Отпусти меня, муза, до вторника, Надо уснувшей землёй побродить, Нацедить из ночного подойника Перламутровой чистой воды, Посидеть, свесив ноги на облаке, Там, где кроме меня никого, Лишь заранится до загорающих всполохи, Чертят линии звёздным пером. Отпусти, я и вправду решила Слиться с ветром хотя бы на миг, Чтобы кровь успокоилась в жилах, Чтобы сердце не рвалось на крик. Отпусти меня, муза, до пятницы, Не цепляйся за край рукава, От себя ни за звёзды не спрятаться, Не укрыться в красивых славах. Я вернусь обновлённой и тихой, Проведу по шершавой стене, И останется горькая лиха Где-то там, на другой стороне. Но это стихотворение «Отпусти меня, муза», Оно, я считаю, достаточно лукавое, Потому что никто из пишущих людей Никогда не скажет в своей музе «Отпусти меня», правда? Кто пишет, да? Подтвердит? Вот. Так. Опаздывающий, сейчас минуточку отвечу. Алло, Света, алло. Да мы начали, мы начали, Так что подходите, всё. Как всем? Вы куда смотрели? Восемнадцать, ноль-ноль. Давайте, придёте, всё, да. И так бывает. Ничего. У меня, это ещё ладно, 12 ноября у меня был день рождения в Доме актёра. Тоже смотрю, в зале нет знакомого лица одного, двух даже, да. Набираю ей, говорю, Оля, ты где? Я что, тебя в зале не вижу? А билеты купила, перечислила, где всё там, не знаю, как. Она говорит, как? Я на маникюр записалась. Я же к тебе иду, говорит, через неделю, 19-го. Я говорю, здравствуйте. Вот, то есть, поэтому бывают такие накладочки. Она так очень горевала, как я так готовилась.